привет ребята сегодня мы с вами постараемся закончить два наших незаконченных проекта это первый наш проект это тот что у нас стеклянный кейс как вы знаете как вы помните и посмотрим что из него я смог выжить и так далее и разберем что с ним можно сделать вообще и 2 это то видео которое было у меня на канале которая потом удалил из-за того что он наверное мы не поняли друг друга да ребята и его тоже разберем ну что поехали ну что ребята наконец-то дошли руки закончить один из моих экспериментов это вот тот наш кейс и что там изменилось это были у нас кулера изменились я вам сейчас покажу этот кейс как я его там доделал он то стекло что у нас был и давайте пока что запустим тестирование до его в на эфире там сейчас три карточки 1 п 106 и 2 карточки 570 4 гиговый запустим их на эфире посмотрим до скольки он будет греться да конечно он стал шумнее чем был но поставить его где-то на балкон и он будет работать замечательно и не всасывать пыль поехали смотреть вот я вот только что запустил на хайве мы тут видим ведь 38 38 37 градусов и давайте сейчас запустим вот флайшит эфирчик запустим качать и давайте еще сделаем разгон здесь делаем core clock нам не нужен memory clock сделаем здесь 800 и здесь memory clock сделаем 2000 ребята здесь тоже работает где-то больше чем но больше часу до вы видите даже и вот такие у нас температуры там просто что 6 68 73 66 почему это 73 это 66 непонятно наверно здесь как-то хотя даже на этом дом вольт меньше так далее ну не знаю короче посмотреть сейчас я вам покажу сам этот рик и поговорим что в нем еще можно исправить ну что ребята вот сам рик вот эти вентиляторы у меня 48 вольтовые они доводить 48 вольт 021 ампер как вам сейчас показать что они мощность кусок газеты газеты может быть не поднимают ну а если вот так да вот так лежат у нас карточки здесь выдувается из кейса и забывается вот такой вариант у нас все закрыто герметично воздух у нас поступает вот отсюда через вот этот фильтр но как мы видим его недостаточно тут если руку приложить тут чувствуется что он забирает этот воздух отсюда но из-за того что там просто не хватает наверно дырки поэтому он отдел если вот мы сейчас попытаемся это снять я не знаю давайте снимем посмотрим какая будет разница просто по-любому нужен фильтр больше размера чем например я сделал сюда да вот здесь сразу чувствуется забор воздуха так все устроен и мы сразу же увидим там хорошую разницу в температуру давайте посмотрим кстати здесь очень жарко и зато что тут вот эти фермочки работы ну как мы видим у нас тут температура упала вот здесь шестьдесят пять шестьдесят 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 четыре так же какая была здесь что-то с разгоном не то но самой карты не тот без прошли как то так так ну что второе мое видео ребята которое я тоже не докончил да можно так сказать это по потреблению материнки это что мы все время это мерили не так вот у нас материнка h270 плюс prime asus 4 гигабайта рама celeron процессор как у всех 151 сокет ну тут у нас на хард-драйве она работает вот на этом такой хард-драйв у нас блок питания сисоник голдовский 80 видите плюс вы и к нему подключена только материнка и хард-драйв и по потреблению вот это все у нас двадцать шесть двадцать пять ватт всего лишь карты два rx а подключены отдельно к этому блок питания тоже восьмидесятку голд и ну они без даун вольта без ничего потребляют 291 ватт вот исходя из этого да нам сейчас ясно то что не надо отнимать например каждый раз то что если мы там посчитаем что эти карты жрут скажем каждая по 150 ватт и вместе с этим у нас было бы как его зовут с если мы подключили в одну карту прямо материнку у нас был бы под показателем бы 175 ватт скажем мы бы отняли бы 50 на материнку сказали бы что эти карты жрут 125 но в реальности они жрут у нас вот вы сами купите 290 ну пополам 145 ватт жрут эти карты и 26 жрет материнка и это было бы неправильно я вот что хотел сказать в прошлом видео до который я потом удалил с канала да потому что может быть я там неправильно объяснился сколько мы бы карты не подключали нет смысла того чтобы если мы подключим одну карту да и отнимать 50 ватт потому что материнка не жрет 50 ватт да если мы подключили одну карту и сказали что вот типа 175 ватт у нас вышло минус 50 значит будет 125 будет одна карта жрать и вторую карту подключили то она покажет не в два раза больше да там покажет вот на 26 ватт меньше то что жрет материнка наверно я смог вам объяснить это но ну вы из цифр поняли что материнка жрет немного где-то в районе 26 ватт отдельно только сама материнка карты над считать все но по отдельности сколько они потребляют вот и все вот это мои два проекта которые были незавершенные которые мы завершаем надеюсь надеюсь с этим больше вопросов не будет да по потреблению мы все выяснили все ясно уже что касается кейса да там соглашусь с вами с тем что на этом кейсе надо единственное что сделать это тонкие фильтры потому что толстые фильтры машинные да вот эти потому что вот толстые фильтры вот машинные вот эти да они просто очень плохо пропускают воздух и здесь это вот видите тут типа бумаги это что-то да вот даже я вот если буду в нее дышать почти что невозможно очень сложно короче продукцию да ну может быть это фильтр такой плохой или что туда может быть в машине по-другому это все сделано поэтому машинные фильтры не идут на это все есть я найду где-то простой фильтр нормальный то базара нету еще раз попробуем что короче что можно сказать чем больше вентиляторов у нас будет подключена к закрытому кейсу тем лучше он будет продваться но вот этих 48 вольтовых вентиляторов вполне хватает при этом надо сделать так чтобы впускное отверстие для воздуха было бы больше и там бы стояли бы нормальный фильтр да конечно можно поставить и на впуск вентиляторы и на выдув вентиляторы так тоже можно сделать да и но если на выдув нормальное количество вентиляторов у нас и приточка воздуха будет нормально так выгоражена ну нормального такого размера при всем при этом и корпус будет более-менее герметичный со всех других сторон что я попытался сделать да то и тем воздух будет поступать только из одного места через фильтр так что там не понадобится нам вентиляторы просто будут выходить используются вентиляторы те которые будут выдувать что можно сказать да этот кейс можно использовать я думаю конечно надо доработать его вот с фильтрами а так можно использовать его без проблем что касается второго мазерборда мы поняли что материнка потребляет с процессором с рамом hard drive всего лишь там 26 25 ватт и я не знаю если в следующий раз вы будете что-то читать одну карту потребления то вы читаете где-то ну скажем 25 26 ватт за вот материнку да конечно 775 сокет жрет больше там 1150 может жрать больше если у вас там какой-то крутой процессор то он еще больше может жрать и так далее соглашусь но тот стандарт который используем мы с вами майнеры это я думаю вот этот 25 ватт на материнку которую рассчитывать при этом также можно рассчитывать эти 25 ватт на систему когда мы вписываем это в том же вот тумане или где-то не забываем про наш телеграм-канал куда нам тоже стоит подписаться вот он криптолео и вот сюда подписывайтесь нас тут уже 1167 человек каждый день прибавляется новостной канал не забываем ссылочка на него тоже будет в описании заходите подписывайтесь не забываем о том что на 20 тысяч подписчиков когда мы дойдем там нам осталось всего лишь 2150 подписчиков набрать как только мы дойдем до двадцатки я разыграю там разные призы это будет два кошелька леджера будет дальше будет у меня одна материнка у меня есть на 4 порта да можно так сказать материнка там процессор рам надо ddr третьим она будет сюда вот этот комплект разыграем маленький плюс у меня еще есть одна карта пятьсот семидесят семьдесят четвертой или 4784 ну я не помню надо посмотреть саперчик да но у него там знаете какая проблема да для майнинга он нормально на нем можно майнить на нем можно работать ну в том смысле что майнить можно да там так у него чуть-чуть проблемы с ядром а майнить он будет да она у меня уже отложена для этого для все можно будет разыграть еще один создать никогда там на 60 гигабайт ну типа одну такую маленькую штуку ну еще посмотрим что то еще может быть добавится если есть какие-то спонсоры которые хотят тоже в этом поучаствовать тоже пишите так что не забываем ребята подписываться чем быстрее мы наберем 20 тысяч подписчиков до тем быстрее будет этот розыгрыш да и может быть еще какие-то призы добавится к этому ко всему ну и как то так может быть даже вот мой мерч то что я сделал себе вот футболки такие да там может быть а их тоже разыграю парочку на этом было все ребята ну и ставим лайки подписываемся и пишите в комментариях ваше мнение подписываемся и пишите в комментариях до сих пор пока нанесение